привет привет мои дорогие я очень рада что вы меня смотрите что вы подписываетесь на мой канал ставите мне лайки пишите мне хорошие комментарии сегодня я хочу с вами повязать вот такой интересный ажурный ромбик вяжется он очень легко вы знаете что я не показываю сложные узоры я показываю узоры легенькие но тем не менее любой узорчик можно применить в самых сложных вязаниях вот смотрите какие ажурные ромбики можно связать очень легко вот так вот они смотрятся этот ромбик я я уже связала два рапорта чтобы показать как смотрится в изделии допустим все будете вязать но эти ромбики будут у вас продолжаться и в эту сторону и в эту если вы будете вязать допустим полуверчик или кофточку давайте начнем вязать вяжутся ромбики очень легко состоит узорчик из 11 петель и чик плюс 2 кромочные это наш рапорт и 13 петель и чик высоту но изнаночную сторону вы будете вязать самостоятельно изнаночными петельками лицевую я вам сторону покажу хочу сказать что смещение узора вот видите вот здесь вот идет у нас смещение вы не теряетесь здесь у нас идет поменьше смещение здесь идет смещение побольше видимо продолжение если вы будете вязать то вот эти ромбики будут у нас лицевыми а потом опять будут идти у нас вот такие вот ажурные давайте начнем вязать значит как я уже сказала 11 петелечек плюс 2 кромочные начинаем резать первый ряд мы вяжем полностью лицевыми петельками кромочную снимаем и весь ряд провязываем полностью лицевыми петельками значит узор когда вы провяжите вот эти вот 13 рядов 14 ряд опять будет начинаться вот таким же образом вот этими вот этими петелечками лицевыми вы будете начинать наш узор петельки немножко сместились так так этот ряд полностью идет изнаночные изнаночные провязывайте так как вяжите вы я тоже попробую сейчас связать так как вяжут все не так как вижу я а так как вяжут все главное чтобы мне не запутаться потому что я то провязываю классическими петельками а это идут конечно когда привыкнешь вот так вязать намного проще не надо ничего вывязывать выкаблучиваться так вяжем второй ряд нашей лицевой стороны кромочную сняли 2 лицевые 1 2 2 петли вместе поворотом влево лицевая накид лицевая накид лицевая 2 петли вместе поворотом вправо и следующие петельки у нас идут лицевые изнаночная сторона провязывается у нас изнаночными петельками вот видите опять начала вязать по-своему вот уже привычка конечно столько лет когда вяжешь ну вот буду стараться чтобы у меня и так и так получалось еще я вам показывала восточное вязание петель там тоже интересное вязание все хотите посмотрите кто не знает тоже можно научиться и по крайней мере пробовать этот рисуночек тоже восточный хочу вам сказать так третий ряд у нас идут лицевые петли почему не показываю схемку не знаю схемки у меня особо нет этот узор я нашла без схемки поэтому кто хочет смотрите учитесь как называется этот узор я тоже не знаю но я его назвала ажурные ромбики я думаю ажурные ромбики подходит больше чем какое-то другое название может быть как конечно есть какое-то название у него но обычно у японских китайских узоров нет названия там просто пишут номера так теперь следующий ряд лицевая две петли вместе влево лицевая накид лицевая накид 2 петли вместе влево накид 2 петли вместе вправо и дальше у нас идут лицевые петли на улице сегодня у нас обалденно хорошая погода прям бабье лето бабье лето красиво деревья все желто-красные зеленая только травка который еще не успела приготовиться к зиме вот знаете в этом году как никогда осень приятная прям хочется находиться на улице красота неимоверная птички поют детки шумят так следующий ряд 2 петли вместе с наклоном влево лицевая накид лицевая накид теперь мы провязываем 3 петли вместе за заднюю стеночку лицевой петлей делаем накид лицевая накид лицевая и 2 петли вместе поворотом вправо следующие петельки у нас заканчивается лицевыми так этот ряд мы провязываем изнаночной не хотела провязывать с вами но тренируюсь учусь как вязать правильно главное чтобы мне не спутаться конечно я хочу сказать что вот этим способом очень хорошо вязать когда ты вяжешь и восточным тоже способом хорошо вязать когда ты вяжешь жгутики мои любимые и мои любимые косы но когда вот вяжешь ажур конечно лучше вязать тем способом которым вяжу постоянно я это я вам говорю про изнаночные петельки так вяжем следующий ряд кромочную мы сняли теперь мы провязываем опять ряд лицевой видите здесь получается когда вы вот таким способом обыкновенным как все вяжут да здесь получается что вся работа идет за заднюю стеночку а когда я провязываю меня идет за переднюю стеночку но здесь получается ровнее узор у меня конечно узор скачет петельки скачут когда я провязываю своим способом я раньше этого не замечала почему потому что когда много вяжешь петли ложатся уже аккуратно и когда все подобрана ты не замечаешь но когда ты вяжешь вот образцы и постоянно меняешь нитки меняешь спицы то почему то получается вот так скачущие петельки но не всегда но бывает и поэтому когда петли скачут конечно немножечко непрофессионально ну ладно мы же вяжем для себя мы же не вяжем на какие-то выставки или еще что-то следующий ряд это у нас по рисунку получается 8 ряд лицевой стороны так лицевая накид 2 петли вместе поворотом вправо эти неудобно делать поворот вправо накид еще раз 2 петли вместе поворотом вправо как бы провязать тыща так что я мучусь сейчас петельки просто вот так переделаю так накид теперь 2 петли поворотом влево накид опять 2 петли поворотом влево накид и лицевые петельки так теперь мы вяжем с вами изнаночный ряд ну-ка я попробуйте как я вижу еще знаете я этот рисунок этот узор попробовала вязать по-своему я не делала изнаночный ряд вот послушайте меня что я скажу и что у меня в итоге получилось я вязала изнаночную сторону я не стала провязывать вернее и провязывала но я ее провязывал лицевыми петлями у меня получалось что лицевые петли с этой страны и лицевые петли у меня были с изнаночной и у меня получился абсолютно другой но тоже очень интересный узор это я вам говорю для чего для того чтобы вы знали что если вы где-то что-то неправильно провязываете или где-то спутались то у вас получается другой узор но совершенно интересный и ничуть не хуже чем оригинал я вот провязала видите здесь у меня получается лицевая изнаночная здесь я вязала лицевой и там лицевой меня получился изнаночный ряд стоит с другой стороны и в итоге получился плотный красивый узор попробуйте мне кажется будет интересно так вяжем следующий ряд 2 лицевые накид 2 петли вместе вправо накид 3 петли вместе лицевой за заднюю стеночку провязали накид 2 петли вместе влево накид и лицевые петельки вот я сейчас провязала своим изнаночные способом да вот так вот я их провязываю и мне конечно вот эти вот повороты влево вправо вязать очень легко видимо вот для ажура мой способ провязывания изнаночных петель очень удобен или может быть мне так кажется потому что я же вяжу постоянно таким способом ну сейчас посмотрим что в итоге у нас получается так вяжем дальше это у нас идет десятый ряд нашей лицевой стороны 2 лицевые накид ох пропустила петелечку 2 лицевые накид 2 петли вместе поворотом вправо так это мы уже вязали извиняюсь это у нас идет 10 ряд 3 лицевые 1 2 3 вот ведь у меня петля тормозного что я неправильно вижу пересмотри так 3 лицевые накид 2 петли вместе поворотом вправо лицевая петля 2 петли вместе поворотом влево накид и дальше идут у нас лицевые петельки так следующая сторона естественно у нас идет изнаночная вот таким способом я провязываю я уже привыкла может быть это сложно это дает надо выворачивать петлю и ином я так привыкла не знаю ну в принципе любое вязание каким бы вы способом не вязали она всегда модно она приемлемо приемлемо любой вязки так следующий ряд у нас идет 4 лицевые 1 2 3 4 так накид 3 петли вместе за заднюю стеночку накид 4 лицевые 1 2 3 4 это вот у нас рисунок а дальше у нас идет продолжение вот этих вот лицевых петель почему я вам говорю что следующие петли у нас идут лицевые это идет ромбик у нас видите какой уже просто лицевыми петельками так и теперь мы с вами провязываем 2 ряда сейчас вот мы заканчиваем последний 11 ряд и потом у нас идет 12 13 просто лицевые петельки лицевые изнаночные лицевые изнаночные 2 ряда мы провяжем и на этом наш узор заканчивается вот видите сложного ничего нет сейчас я вам покажу что в итоге у нас получилось и сделаю небольшое резюме видите как быстро мы с вами связали теперь у нас идет по нашей лицевой стороне 12 ряд он провязывается лицевыми петельками дальше у нас идут изнаночные петли и еще у нас идет ряд лицевых петель но это видимо для того чтобы завершить вот смотрите мы довязали чтобы у нас видно было наш вот этот узорчик да поэтому еще ряд провязываем лицевыми изнаночными потом начинаем уже опять лицевые изнаночные это новый ряд вот смотрите что у нас получилось у нас в принципе по нашему узору как мы вяжем схемы у нас должно быть здесь одинаковое количество петель и здесь одинаковое количество петель давайте посчитаем 2 4 6 8 10 12 вот у нас получилось в процессе 4 вот эти петельки лишние почему они получились лишними за счет того что мы не знаю за счет чего это получились лишние петельки видимо они должны были получиться чтобы выйти нам вот на этот вот островок ну вот я сколько вязала у меня все равно получается вот так вот таким способом но вы в процессе смотрите значит видите рисунок то у нас хорошего же у нас установлены везде он вяжется хорошо значит получается у нас 13 петель должно быть до 2 4 6 8 10 11 12 13 вот три петельки у нас получились лишние в принципе вы их можете убрать но я не стала убирать потому что если я буду дальше вязать продолжать рисунок я посмотрю потому что если это будет наложено допустим друг на друга то это будет очень ажуристая кофта я думаю что вот эти вот три петельки они как раз идут промежуточная потом повторяется узор если вы будете вязать кофту я так думаю потому что здесь количество петель и здесь количество петель в принципе должно быть одинаково ну давайте сделаем резюме набираем ну вот есть у меня получилось одинаково набираем значит 11 петель плюс 2 кромочные провязываем ряд провязываем ряд лицевых петель и начинаем вязать узор узор в принципе у нас но я постараюсь вам дать схемку если я найду схемку я постараюсь вам ее в конце дать смотрите меня до конца подписывайтесь на мой канал я постараюсь сейчас найти схемку и дать вам схемку чтобы много не болтать потому что где-то может быть я что-то пропустила где-то может быть я неправильно что-то связала но я думаю что связано все аккуратно вот здесь вот у меня 5 петельки в петельку а здесь у меня почему-то получились петелек пошире но в принципе сам узор который продиктовал это узор правильный все подписывайтесь на мой канал ставьте мне лайки скажи что показала вот так вот смотрится с изнаночной стороны узорчик вот так он смотрится с лицевой стороны вот наш правильный узор 11 петель плюс 2 кромочные и 13 рядов высоту вот такой вот интересный ромбик у нас получается процессе вязания до новой встречи пока пока